современная проблема деток да и взрослых практически это нарушение переваривания почему нам правитест приходится назначать это нарушение усвоения продуктов поэтому они худенькие они усталые потому что при обследовании таких детей и таких взрослых посмотрите что мы имеем что у нас практически отсутствует покровный эпителий у нас биопсии точной кишки тонкой кишки как раз там где идет усвоение переваривания и у нас покровный эпителий с выраженными признаками дистрофии дистрофия это что это фактически отсутствие эпителия то есть нет клеток которые ведут клеточное переваривание усвоение которые вырабатывают ферменты кроме того у нас щечная кайма на значительной поверхности эпителий ворсин отсутствует то есть идущий воспалительный процесс вообще анатомическую структуру он изменил до того что мы не имеем возможности ничего усваивать дальше эпители части в состоянии дистрофии определяются крипты с гиперплазией эпителия поэтому в собственной пластинке у нас признаки диффузного хронического воспаления что доктор написал хроническое диффузное воспаление с минимальной активностью вот она где у нас природа зарыта нарушение переваривания нарушение усвоение то есть говорят витамины да тут таблетка не усвоится как таблетка на таком эпителии вообще усвоится и в кровь пойдет поэтому борьба с дистрофией атрофией эпителия это ежедневный прилив крови вот к этим местам атрофия это отсутствие питания это клетки не восстановится хотя они должны 1 5 дней восстанавливаться но они восстановятся клетки только тогда когда у нас с вами будет постоянный прилив крови поэтому мы обязаны диафрагмальным дыханием доставать все болевые точки которые мы сегодня определили я называю это работать ежедневно и постоянно вот мы сейчас посмотрим как мы правильно должны отработать и какая ошибка у нас все все появляется в этой ситуации вот у нас животик поэтому выпрямились спокойно совершенно расслаблены и начинаем с того что вот только и эту группу мышц потому что все силы сюда направляем прилив крови к дистрофии сделать у нас клеткам и выпячем сделаем большой животик надуваем как бы его как мячик молодец умничка и подержи покажи мне где боль пальчиком прям покажи где боль возникла в каком месте вот она боль ребята это и гастрит это у нас уже и энтероколит тонкий кишечник с вами да и сейчас мы попробуем подержать боль ушла да боль ушла значит мы сделали прилив крови мы молодцы но никогда это нельзя допускать нам надо в течение пяти дней хотя бы это поделать чтобы наконец ворсинки восстановились теперь мы наоборот с тобой вот этот животик уберем вглубь молодец молодец только плечики не поднимаем вот какая ошибка ребят плечики мы начинаем поднимать а наша задача вот он сейчас умничка он сейчас у нас сделал дырку под ребрами если мы сделали дырку под ребрами без участия дыхания мы делаем чтобы поймать где же здесь теперь опять эта точка болевая осталась не надувайся ты совершенно расслаблен здесь у тебя все спокойно покажи мне эту точечку которая болевая ты все-таки достаешь где она у нас есть вообще не чувствую то есть убрали мы ее с тобой то есть первоначально мы ее видели опять вот в этом участке а теперь нет здесь мы говорим калит оин гастрит энтероколит с дистрофией слизистой и ворсина приводит к заболеваниям каскаду заболеваний и состоянию хронической усталости поэтому диафрагмальное дыхание сколько раз надо выполнять чтобы мы вообще потеряли вот эту связь чтобы не при диагностике змейкой мы не находили боль лежа мы должны сделать а стоя сидя выполняя диафрагмальное дыхание доставая боль удастся восстановить вот этот эпителий все возможно и и и и Продолжение следует...